Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Я просто не могу вам не показать вид с моего балкона. Смотрите, какой туман. Вообще ничего не видно. Причем с раннего утра вот так вот и до сих пор. Сегодня хочу затестить вот этот тональный от Rimmel. Он у моей коллекции уже пару месяцев, но был запечатан. И сегодня впервые хочу его попробовать сделать мейк. И естественно, тон для меня темный, как всегда. А вообще текстура всех тональных от Rimmel мне никогда не нравилась, какой я не пробовала. Всегда разочаровывалась. Макияж уже готов. Сейчас бегу снимать для вас мукбанк. А еще, кстати, к нам приехала тетя. Мне было так безумно приятно. Она привезла всякие штуки для моей машины. Сейчас вам покажу. Вы просто посмотрите, какая милота. Два вот таких вот зайчика. И они вот с такой прилипучкой вешаются на лобовое стекло. Но просто они достаточно крупные. И у меня обзор такой, знаете, не вау на малибу. Поэтому я думаю, что оба повесить не получится. Точнее, получится, но они очень сильно загораживать будут мне обзор. Поэтому я пока что повешу одного зайчика. Они безумно милые. Очень мягенькие. Прям радовалась, честно, как ребенок. Действительно то, что надо. Еще она мне купила вот такую пахучку. Кстати, надо открыть и послушать аромат. Вот это тоже нужная вещь. Как раз у меня в машине не было пахучки. Я уже слышу этот аромат. Как раз сладкий аромат. Я обожаю сладкие ароматы. Теперь люди, которые будут сидеть у меня в машине, будут нюхать то, что надо. Внимание как раз-таки заключается в таких мелочах. Это настолько приятно. Как только спущусь, все это обязательно повешу. И третий подарочек. Это вот такой брелок. Просто тетя немножко перепутала. Она не очень хорошо разбирается в машинах. И она купила брелок Toyota. Но надо было купить Chevrolet. Но ничего, похожу с Toyota. Надеюсь, что следующий будет Camry. Хотя нет, я не хочу Camry. Есть машинка, которая мне очень нравится. И которую я планирую купить после этой. Но пока что моя машина в замечательном просто состоянии. Там минимальный пробег. Мне она безумно нравится. Пока что я менять ни на что не собираюсь. Ближайшие 3-4 года точно. Налила себе горячий чай. И посмотрим, что у нас по поводу вкусняшек. Так молочный ломтик. Мерси. Возьму, пожалуй, молочный ломтик. Я его просто обожаю. С чаем идет прямо в самый дом. И сейчас, наконец-то, буду переделывать ноготочки. Они у меня изрядно отросли. Плюс это покрытие мне никогда не нравилось. Давненько хотела переделать. Все никак. Руки не доходили. Поэтому в этот раз буду сама себе делать ноготочки. Это, кстати, не моя работа. Эти ногти я делала в салоне. Сейчас смотрю, никак не могу определиться с цветом. Мне хочется сделать классические красные ногти. Вот как этот цвет. Очень мне он нравится. Но у меня есть в коллекции цвета, которые ни разу я не использовала. По-моему, вот этот оттенок. А, нет. Нет-нет. Ошибаюсь. Вот этот я ни разу не делала себе. Поэтому хочу сделать. И вот думаю, какой же цвет все-таки сделать. Вот так у меня много гейлаков, которые я покупала, не знаю, год-два назад. Они все лежат и лежат. А вот эти вот новиночки я постоянно пробую. И какие-то из них тоже, опять же, у меня просто лежат. А хочется, чтобы все они были в использовании. Поэтому, наверное, сделаю этот. Хотя нет, мне хочется красный. Классика. Просто красный сделаю. В общем, посмотрим. Сначала нужно снять покрытие. И тут у меня бывшие участники Дома-2, за которыми интересно наблюдать. Тут недавно был такой скандал. Кто смотрит Дом-2, тот наверняка в курсе. В общем, я за ними, за всеми слежу. За кого-то переживаю, за кого-то не очень. В общем, сейчас надо что-то включить. Обычно я включаю, знаете, ретро старые серии Дома-2. Кстати, вот этот аппарат мой новый. Я уже который раз им пользуюсь. Он мне настолько нравится. Он такой классный. Давненько надо было свой старый аппарат поменять на этот новый. Потому что мой старый прислужил мне, если я не ошибаюсь, лет 8, наверное. И сейчас тоже он, кстати, работает. Просто у него здесь провод оторвался. Несколько раз меня брат чинил. Что-то каждый раз он подводит. Можно было просто вот эту ручку купить. Но я что-то не додумалась. Что делать с этим хулиганом? Посмотрите, что он делает. Он просто грызет и выплевывает. Вот нафига ты это делаешь? Хорошо, что он это сделал с этой бумагой, а не вот с этой. Потому что я сделала новую коллекцию. Точнее, у меня все в процессе. Коллекция называется Многоточки. Посмотрите, какая красивая коллекция. Хорошо, что он решил погрызть эту бумагу, а не вот эту. И на этом спасибо, дорогой. Вот здесь, кстати, использованы вот эти наклейки, которые я недавно купила. Так что ждите новую распаковочку. Сегодня постараюсь доделать. Покрытие я аккуратненько сняла. Сняла абсолютно все до базы. Сейчас буду делать маникюрчик. И немножко подровняла свободный край. Вот так вот у меня получается. Стараюсь по возможности делать быстро. Потому что сегодня очень много у меня дел. Я всегда стараюсь укреплять гелем. Вот такая красота у меня получается. Очень аккуратненько, красиво и нежненько. Даже можно так оставить. Или нанести какой-то нюдовый оттенок. Погода сегодня классная. Это попочка моей девочки. Здравствуйте. На удивление, я не опаздываю. Я записалась на лазерную эпиляцию. Уже знаю, что в комментариях будут девчонки писать, что вроде месяц назад-то ходила на лазер. Почему так зачистила. Месяц назад я была на процедуре лица. Сегодня у меня все тело. В общем, обычно я где-то в полгода один раз хожу на лазер. Потому что у меня с этим дела обстоят просто шикарно. Мне очень нравится эта процедура. Некоторые девчонки, кто живет в России, там в других странах, спрашивают меня, стоит ли ходить на лазер или нет. У нас здесь это очень распространено. Из, наверное, 100% девчонок, наверное, 75% точно ходят на лазерную эпиляцию. И все видят результат просто потому, что, наверное, кавказские девушки очень хорошо подходят под параметры лазерной эпиляции. Потому что нужны черные волосы, белая кожа. Как раз такие, как у нас. Я результат вижу, но говорят, что на лицо надо будет ходить всю жизнь. Но мне, если честно, пофиг. Мне просто удобно то, что один раз ты ходишь на лазер и полгода вообще не паришься об этом. Поэтому, если спрашивать чисто меня, я безумно довольна. И плюс у нас эти услуги стоят совершенно недорого. По сравнению с другими странами вообще бесплатно. Вот, я нашла одно хорошее место. И сейчас поеду туда. Я очень ценю свое время. Как бы, возможно, это высокомерно бы не звучало. Я не люблю идти на лазер и ждать, там, не знаю, полчаса, 40 минут. Недавно такое было, когда я последний раз была на всем теле. Ну, как недавно, полгода назад. И, в общем, я пришла на процедуру. Потом зашла другая девушка. И где-то час я ждала, пока ей закончат делать лазерную операцию. И все, я решила. Теперь я буду ходить в нормальные места, где не нужно ждать. Где есть конкретное время записи. Я это не люблю и стоматологов. Не люблю вообще нигде. Почему они так делают, я не понимаю. Почему люди не ценят чужое время. Если я записана, например, в 3, я обязательно ровно в 3 там буду. Но самое главное, чтобы ровно в 3 я смогла зайти туда и сделать свою процедуру. То же самое, кстати, с моим стоматологом. Вот с ним таких вещей, таких проблем никогда не бывает. Вот записалась ты, например, в 4. Будь уверена, что ровно в 4 ты зайдешь. Если ты опоздаешь, не знаю, на 20 минут. Все, жди следующие свои записи. И я считаю, что это правильно. Поэтому сейчас мы поедем туда. А, я совсем забыла показать вам ноготочки. Результат, который у меня получился. Мне, честно, очень нравится. Это у меня левая рука. Возможно, где-то не идеально, но мне безумно комфортно. Было все удобно, все блестит классно. И вот правая рука. И быстро я сделала. Очень быстро. Со скоростью света. Потому что боялась опоздать на лазер. Поэтому сделала на тяп-ляп. Но меня устраивает. Буду так месяц гонять. У меня никогда ни сколов не бывает. Никаких проблем. Особо дизайн делать не стала. Хотя я планировала, на самом деле, делать дизайн. Просто я не успеваю по времени. Иначе я опоздаю на лазер. Когда я покупала машину, здесь вот такая штука Chevrolet висела. Сейчас ее хочу заменить на то, что мне подарила тетя. Эту ниточку надо отрезать. Я ее оторвать не смогла. Я сейчас думаю, повесить зайчика сюда. Или пахучку. А может и то, и другое. Но зайчика точно хочется мне повесить. Посмотрите, какая милота. Я прям не могу. Ну, наверное, и то, и другое сейчас повешу. Зайчика кое-как я прицепила сюда. А пахучка у меня здесь. Кстати, на лазер я хожу на аппарат Alexandrite Candela Pro. Процедуру мне сделали быстро и качественно. И на этом я с вами вынуждена попрощаться. Правда, влог получился очень коротенький, к сожалению. Но удалять уже снятые моменты мне было жалко. Приклеивать их к какому-то новому дню я не люблю. На этом все. Пока!